Делаем надрезы в основе из фетра по различным линиям, таким образом, чтобы широкая часть проделалась в эту основу. Получилось у нас вот так. Далее закрепляем клеем основу из фетра на нашем зажиме и между этими основами приклеиваем парчевую ленту, обрабатываем концы атласной ленты зажигалкой. Складываем основу из фетра пополам и делаем разрезы в намеченных местах, чтобы атласную ленту мы могли легко туда вставить. Атласную ленту мы вставляем в прорези, в фетре. Теперь приклеиваем либо пришиваем вот эту вот основу для розочки к самому цветку. Я пришила основу, мне кажется, так будет надежнее. Продеваем наши цветочки в парчевую ленту. Они будут спокойно по ней перемещаться. Продеваем бусинку и завязываем узелок, чтобы бусинка никуда не делась. Теперь и наши розочки тоже никогда не денутся, потому что их ограничивает бусинка. Сшиваем три розочки вместе с помощью нитки и иголки и пришиваем их на основу из фетра. Приклеиваю парчевую розовую ленту к зажиму, чтобы закрыть вот эти проблемные места, которые будут видны, когда уже розы лягут на зажим. Таким вот образом я должна все это заклеить. В конце мы крепим наши розы к зажиму с помощью клея. Продолжение следует... Продолжение следует...